здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы с вами поделимся замечательным рецептом сдобных дрожжевых пирожков с вишней и с малинкой сейчас как раз лето сезон этих ягод вот такой рецепт думаю будет очень актуальный что нам для этого понадобится конечно же вишня вишню я очистила от косточек и положила на друшлячок чтобы с нее стек сок малинка у меня просто сухая значит для теста нам понадобится молоко мука 50 грамм сливочного масла или маргарина я буду готовить на сухих дрожжах щепотка соли сахар и для обмески растительное масло крахмал нам картофельный понадобится для начинки и конечно же яйца подробно сколько чего надо я расчет я оставлю под видео все распишу сколько муки и сколько масла сколько яиц ушло вот и сколько молока ну месить мы будем на стакан молока это 250 миллилитров молочка надо итак начнем мы с того что замесим опару для нашего теста и так что нам потребуется для опары стакан теплого молока это 250 миллилитров 12 грамм сухих дрожжей и от общего количества столовая ложка сахара всего у нас на пирожки у держи столовых ложек сахара и вот одно мы берем опару и хорошенечко сейчас все размешаем не забывайте что молочко у вас обязательно должно быть тепленькое если у вас молоко с холодильника обязательно его подогрейте примерно до 35-40 градусов чтобы оно не было горячее чтобы такое тепленькое приятно теплое было и также не забывайте что все продукты у вас на дрожжевое тесто ноздобное да ну любое в принципе тесто должны быть одинаковой температуры то есть если вы планируете готовить пирожки заранее вытяните яйца дрожжи с холодильника чтобы все у вас нагрелась мука чтобы все у вас было одной температурой сейчас мы размер размешаем это все до однородности практически растворились наши дрожжи в молочке и сейчас я от общего количества добавлю опару 200 грамм муки вообще на эти пирожки идет примерно 800 грамм муки но нужно смотреть по муке у какой-то муки больше клейковина у какой-то меньше то есть не добавляйте сразу всю муку будем муку все добавлять постепенно но пока я добавляю 200 грамм обязательно просеянные муки в нашу опару и начинаю замешивать вот такая у нас опара получилось она показ по консистенции напоминает такую очень очень густую сметану вот все и теперь мы отставляем нашу опару в теплое место накрыв и предварительно полотенечком или можете закрыть пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут даем ей подойти а пока наша опара будет подходить мы с вами приготовим сдобу чтобы приготовить сдобу нам понадобится 50 грамм размягченного сливочного масла или маргарина именно размягченного не растопленного потому что если вы растопите масло или маргарин он у вас будет жидкий и тесто возьмет очень много муки и вы рискуете забить тесто мукой ваши пирожки получатся не очень мягкие я бы сказала совсем не мягкие и не сдобные пушистые так вот возьмем размягченное масло теперь я беру 5 столовых ложек сахара добавлю сюда примерно пол чайной ложечки ванилина и хорошенечко сейчас перемешаю масло с сахаром посмотрите какое масло мягенькое сейчас она быстренько и очень хорошо перемешается с нашим сахаром вот мы перемешали масло с сахаром и теперь я добавляю 4 яйца здесь у меня значит 4 белка и 3 желтка один желток я забрала на смазку наших пирожков и вливаем яйца сюда и также добавляю одну третью чайной ложки соли вот и теперь хорошенечко это все перемешиваю долг однородности наше сдоба готово и сейчас мы посмотрим как же там поживает наша опара и будем их соединять прошло 15 минут и можем проверять нашу опару снимаем полотенце посмотрите как она хорошо поднялась опара вообще должна подняться в полтора-два раза смотрите какая она вся в пузыречках смотрите аккуратненько мы ее так обминаем и теперь будем добавлять сдобу и хорошенечко все перемешиваем до однородности вот такое однородное тесто у нас получается и теперь мы будем замешивать собственно говоря основное тесто сейчас я добавлю 200 грамм просеянной муки и вмешаю ее аккуратненько муку будем добавлять я напомню постепенно потому что вся мука разная гликовина у муки разная и если добавить сразу всю муку можно забить тесто добавляем еще 200 грамм муки и снова хорошенечко все перемешиваем так в тесте у меня уже 400 грамм муки но как вы видите тесто еще остается довольно таки жидким поэтому я буду потихонечку постепенно добавлять еще муку я не буду добавлять весь стакан а добавлю примерно 100 грамм муки вот и продолжаю замешивать дальше становится довольно таки неудобно мешать замешивать лопаткой поэтому я перейду на ручной замес и понемножку буду добавлять муку вот тесто у меня взяло уже 600 грамм муки ну такое остается еще мягенько но мне его неудобно уже вымешивать в мисочке поэтому я немного подпыляю стол и буду продолжать вымешивать на столе тесто у меня забрала всю муку вот в тесто у меня ушло примерно 660 670 грамм муки для замеса теста вот и теперь я продолжаю вымешивать добавляю растительное масло вот тесто вот видите какое оно у меня мягенькое оно еще немножко липнет к рукам поэтому я уже начала добавлять растительное масло чтобы его хорошенечко вымесить растительного масс растительное масло берите рафинированно без запаха примерно две столовые ложки и таким образом мы добавляем в тесто и продолжаем его хорошенечко вымешивать вот вымесили мы наше тесто посмотрите какое оно у нас мягенькое получилось оно немножко прилипает к рукам но это ничего страшного ваши пирожки получатся очень пышные и мягенькие вот теперь я беру мисочку смазываю края растительным маслом и отправляю туда наше тесто оставляем мы тесто на 20 минут это до первой обминки все это всего у этого теста будет две обминки перерыв между ними примерно 20-30 минут первый раз мы будем оставлять на 20 минут я ставлю тесто в теплое накрываю его полотенечко вы можете накрыть пищевой пленкой прошло 20 минут проверяем наше тесто оно увеличилось в размере посмотрите как он мягенько и сейчас мы делаем первую обминку и оставим его еще примерно на полчаса подходить прошло полчаса смотрим на наше тесто посмотрите как красиво оно подошло какое мягенькое воздушное сделаем ему обминочку и сейчас мы будем его выкладывать уже на стол и разделывать непосредственно на лепку пирожков посмотрите она хорошо отходит от мисочки и немножечко обмесим его посмотрите какое оно гладенькое вот теперь я немножечко совсем чуть-чуть обработаю стол растительным маслом чтобы легче будет работать с тестом и начну разделять наше тесто на маленькие шарики на кругляшки из которых мы будем любить пирожки я делаю это вот так вот пирог обкатаю немножечко и кладу если у вас есть кухонные весы это очень хорошо потому что вы можете вымерять вес пирожка и сделать их одинаковыми вот такое количество пирожков у меня получится теперь я оставлю свои кругляшки подходить примерно еще на 10 минут я их накрою полотенечком вот и поставлю разогреваться духовку на 180 градусов приступаем клепки наших пирожков берем кусочек теста так немножко его расправляем раскатываем скалочкой вот так и кладем сюда чайную ложечку без горки сахара с крахмалом поближе положим и выкладываем вишенки кладите так чтобы пирожочек ваш хорошенечко залепился и теперь собираем все в кучку и вот так вот пальчиками и придавили хорошо придавливайте хорошо потому что вишня пустит сок и этот сок может вытечь из вашего пирожка поэтому закрывайте пирожок очень хорошо сейчас мы его вот так вот обкатаем немножечко вот такие пирожочки небольшие получаются и теперь я их буду выкладывать на противень посмотрите пирожки я выкладываю вот с небольшим расстоянием чтобы им было место куда подходить в ряду у меня получается пять пирожков вот наши пирожки уже выложены на порт на противень я сейчас их оставлю буквально на 5-7 минут чтобы они еще больше подошли они и так уже за время пока я их лепила такие прямо стали пушистенькие поэтому я их накрою полотенчиком оставлю на пять минут и буду смазывать яичком прошло 10 минут смотрите как подошли наши пирожочки какие они красивые и и сейчас я аккуратненько смажу их желтком смазывайте очень аккуратно чтобы не посадить тесто теперь подождем 5 минут пока желточек немножечко подсохнет но на первых пирожках что я мазала он уже подсыхает понемножечку и будем отправлять в духовку выпекаться наши пирожки будут при температуре 180 градусов на протяжении 20 минут вот и готовы наши пирожки посмотрите какие они мягенькие получились их только вытащила из духовки поэтому дам им немного остыть и покажу какие они в разломе вот я сняла пирожки с противеньем посмотрите какие они красивые у нас получились очень ароматные сейчас я вам разломаю пирожок покажу какой он в середине вот посмотрите какая мягкая выпечка донышко не не пригоревшие донышко красиво в общем пирожки наши получились на славу советую вам приготовить пирожки по нашему рецепту а пока мы вам желаем приятного аппетита подписывайтесь на наш канал всем пока